и всем кукушники дорогие друзья сегодня с вами допустим от даблоге 19 и неделю назад на роман дай на это ролинс проиграл в хандикап матч можно сказать свои титулы окаму и резару и собственно я решил посмотреть проверить могли бы смогли бы я защитить титул собственно сет ролинс если бы я был с этом ролинсом в данной игре давайте меняем на да я бы поставил менеджера но в хандикап матч нельзя ставить менеджеров я даже скачал специально этого маврика или как там его но нельзя в хандикапе выбирать менеджера и да я конечно бы мог запариться поставить 2 на 2 иллюминировать от на вон и тогда был бы это торнадо иллюминающим там ащетка зачем так это все затруднение просто давайте обговорим то что отмазать за двое звор титулы потому что титулы здесь будет нельзя в чем-то есть даже нет реписки на такой титул сражаться так что имейте ввиду сайт он будет оставить свои лоу из вор пояса против ахама или зара погнали дайте пожелаем пожелаем удачи за троллингсу скажем что магию тумит практику я думаю я затащу этих двоих авторов более легко и просто и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что авторы футболи взяли титулы Сейчас посмотрим, как они будут на серии выживания Сражаться с The Are The Bar За, можно сказать, негласное звание Лучших командных чемпионов Но, мне кажется, Бар должны побеждать Потому что Бар, очевидно, круче со всех сторон Они и опытные титулы держали в несколько раз больше, чем Акам и Резар Но, да, у Довлы могут решить по-другому Дать небольшой толчок к продвижению к высоте командных титулов Акам и Резар Но это уже будем смотреть по тому, какие матчи будут в конце То есть, на серии выживания, очевидно, будет снова вот этот счетчик Матчи Ро, матчи SmackDown Под конец в мейн-эвенте будет, скорее всего, 5 на 5, точнее Которые пока Респорта Кины не известны Потому что сегодняшний Ро я не смотрел, потому что записываю заранее немного Но для вас сегодняшний Ро уже, по сути, лучше Ну, а тем временем, по-моему, этот когда-тошний ДДТ финишкер Сета Роллинс, ну, как видимо, неудачно А как так, Акам так сопротивляется быть выпущенным за рим? Как будто там находятся мои персональные акулы Акулы, которые вас едят Но, конечно, я опять-таки проложусь про серию желания Те матчи, которые пока что объявлены, ну, очевидных чемпионов Это Шинский Накамур против Сета Роллинса Байки Линч против Рон Браузи И Эйдрей Стайлз против Брокка Леснера По-моему, все назвал Ничего не забыл Ну, и командники, собственно, Бар и авторы боли То, пока что вырисовывается грустная картина Потому что, скорее всего Ну, нет, я более чем уверен Брокк Леснер снова победит Эйджи Стайлза Но, возможно, WWE сделать что-то типа наподобие Что-то около грязных концов Например, вмешается какой-нибудь условный Бронстроман И будет метелить Брокка Леснера И, в конце концов, мы снова увидим Брокк Леснера и Бронстроман Это же весело Я хочу ответить на это еще раз Ну, да, мне кажется, скорее всего, я на это и поставлю Но знают WWE, скорее всего, как я предполагаю Они просто положат одно место на то, что Бронстроман, лучшнее, Брокк Леснер уже побеждал Эйджи Стайлза в том году И сейчас это такой негласный реванш Но они такие, какой реванш? Брокк Леснер всегда побеждается И все, и тут никаких реваншей и быть не может И это, на самом деле, очень печально Хотелось бы посмотреть Состроенность-то не огорчаем Хотелось бы посмотреть на то, как Эйджи Стайлз победит Брока Леснера И, скорее всего, я его выиграю Потому что я буду делать, как сказать, прогнозы Игровые прогнозы к матчу Где я буду играть на 100% Потому что, как я уже говорил Когда Курт Холкинс победил, Брокк Леснер два раз подряд Если он сейчас не верится, я больше за Брокк Леснера играть никогда не буду Я не буду играть за Брокк Леснера никогда Даже если мне кубик Нет, я даже кидать кубики не буду Если будет какой-нибудь многосторонний матч, где будет Брокк Леснер И кубик мне покажешь на Брокк Леснера Я буду перекидывать Это принцип, это принцип, потому что не должно быть у него, сколько, 93, по-моему, Мерлоу, самый высокий показатель, так же, как и у Рокко, у него должно быть, ну, 73, может быть, потому что так плохо себя против матча Курта Хоккинса показывать, я не знаю, кем нужно быть вообще. Ничего про Курта Хоккинса не имею, Курт Хоккинс охренительнейший рестлер, в матче против Брока Леснера он это доказал несколько раз вообще. Если вы не велят матч, советую глянусь, хотя просмотр их на нем больше всего на последних роликах, ну, потому что турниры, видимо, не особо заходят, ну, да и ладно, уже турниры почти зашли к концу, осталось всего лишь один турнир, наш совместный с Григорием, матчи Коматники, ну да, Коматники, собственно, но они выйдут еще не скоро, потому что они еще даже не близки к тому, чтобы записываться, так что все пока что условно. Пока что матч на ДС-5 звезды мы показываем под Айву Мельцеру, и я даже не могу поднять Резаро, ладно, а почему, в смысле Акама, почему я мог поднять предыдущего, то бишь Резаро, а сейчас Акама не могу поднять, а, нет, могу, нормально. Эй, ой, 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 лицом прям в стилл степс, прям, ох, 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 Сет Роллинз жестит, это было, как минимум, неприятно, как минимум, это было травмоопасно, как максимум, это было очень травмоопасно. Да, иди сюда, Коман, как бы сказал Шинсуки Накамура, но не будем о нем, потому что против Сет Роллинз он должен проигрывать, но, хотя, возможно, в тот матч вмешается Дин Эмбрус на серии выживаний, и Сет Роллинз потерпит поражение, вот как сейчас этот камбэк тоже потерпел поражение, еще раз. Спасибо. Ну, а вот, честно, в матче я более, я даже, ну, посмотрим, опять-таки, в прогнозах, но в прогнозах на серии выживания я буду иногда выбирать, за кого играть, и вот, как я уже сказал, за ИГС ТЛЗ я выберу, буду играть, и за, о, отличный суперкик, да, и за Бекки Линч я бы тоже выбрал поиграть, потому что Ронда Рауди очевиднейший читер, это вот как Брок Леснер, Брок Леснер от мира женского рестлинга, рестлинга, но кому интересно, чтобы я играл за читершу, я лучше сыграю за Бекки Линч, за Андердога, небольшой в этом матче, мне кажется, она будет огребать очень-очень сильно, и очевидно проиграет Ронде Рауди, опять-таки. Ну, блин, один и тот же прием проводят у нас авторы боли, давайте что-нибудь новенькое, толпа уже требует, требует толпа нового. Покажите свой финишер, это, по-моему, русская подсечка и Бульдог, если мне не изменяет память, крайней мере, в том, в прошлой части он был именно таким. Вряд ли они не стали менять в прошлой части им финишер, потому что и так он... А, нет, по-моему, в этой части они тоже уже успели его исполнить. Наш, кто-то надеешься... А вот здесь, кстати, не подсвечено, за кого сейчас мой противник играет. Он играет за Акан, я понял, хорошо. Дискриминация, 2-ка, дискриминация. Вот, втащить тебя, что ли? Нет, не будем пока, нужно немного призвать, ему слишком до хрена хп. Да ложись ты! Ну, отличный инсигиряца Троллинса. Пока что Троллинс очень даже справляется с автором, не более. Не на пятерочку, конечно, но на четверочку, может быть. Так. Стендап, говорим мы. Пока. Я забыл немного, как его зовут. И сейчас еще на... Ох, мать твою, Троллинс, что же... Как же это было хорошо. Суперкейк не проходит. Еще один... Нет, еще один СТИО. Бам! Хорошо. Нет шансов у авторов более взять в меня титул. Согласен, Троллинс. СТОТРОЛЛИС, народ должен владеть титулом чемпиона WWE. Если не Курт Хокинс, как я когда-то говорил, то вот СТОТРОЛЛИС очень даже хороший вариант. Но! Это было хорошо. Это было неприятно для Акама, но мне понравилось. Очень странно было бы, если бы я ему правил прямо, ему бы зашло. Какие еще матчи будут на серии в Жрании интересные? Я вот тут топа ПВ в прошлогоднем году не особо помню. Я помню единственное, что был очень странный, очень веселый, можно даже сказать, мем про Брону Стромана, когда Брону Стромана, по-моему, Курта Хокина, ну нет, этого, как Курта Англа запинал. И из-за этого у него были правы мемы. Это было очень замечательно. СТОТРО... Рефери, спасибо. Раз. Два. Не, вырывается. Посмотрите-ка, Кёрт Сноб мой выдержал, но это ничего страшного. А больше 100 сил и выживания я ничего не помню. Но, скорее всего, будут матчи, вот как раз-таки, там сейчас что-то непонятное с Дио Брайаном Мизом и Шейном Макменом. Но, видимо, все... Ну, кстати, когда Шейн Макмен выходил, его вроде как забукали, когда сказали, что он баст на Дворк, и нашли к 6-7 панк. До сих пор мне даже, как ни странно, немного приятно, что они, фанаты, не забывают про 7-панка. И, очевидно, что, скорее всего, он уже не вернется никогда, потому что он, да, вроде как уже комментатор будет, либо будет, либо будет на каком-то из ММА шоу. Так что он сейчас серьезно ударился в ММА, пусть у него и не уходит, но, надеюсь, когда-нибудь у него получится. И он покажет то, что не зря ушел из Долгойлы и перешел в ММА, и у него хотя бы один, но одна победа, но хотя бы будет. С этим временем... А вот и кидавра! Вставай! Вставай, Акам, пришло время ложиться. Бам! И удачно лиляжет Акам. Точно в цель, хорошо. Удержание, господа. Резар в отключке, Акам тоже. Раз. Два! Успел! Ах ты, негодник Резар, я был так близок к победе. Суперплекс! Какие же комментарии тут просто психи, они кричат по любому поводу. Ой-ой-ой, как хорошо влезет Са Троллинс, вот это я понимаю Са Троллинс. Нету шансов с Резаром на серии выживаний. Но, скорее всего, за трой и смекдаун, которые пройдут буквально сегодня-завтра, список чемпионов не поменяется. Вряд ли это будет такое мутить. Так что, да. Именно такие вот матчи будут у нас на серии выживаний. Я бы, на самом деле, посмотрел бы матч Айджай Стайлса против кого угодно, кроме Брок Леснера, потому что Брок Леснер не зачемен. Как мы уже это выясняли несколько раз. Айджай Стайлс, Магед, умеет практику. Это я к чему? Это я к тому, что, скорее всего, в прогнозах, да я здесь это тоже скажу, я ставлю Са Троллинс, Бар и Ронда Раузи. Вот, получается, Са Троллинс у нас Ро, Ронда Раузи тоже Ро. А, это я с реверсом. И снова, давай, Авата Кедавру. Ах, не получилось Авата Кедавру сделать. С реверсом у нас Акам. У него, кстати, появился финишер. Я сейчас затолкать в угол или просто проиграть финишер. Я, возможно, даже и проиграю. Ой-ой-ой, как же реверсит у нас Акам. Не дает ни единого шанса. Хорошо. Нету шансов у Акама. Ну, нет, разбег не смогу брать у меня с нами. А, нет, Са Троллинс сам возьмет разбег. И удачный такой напрыг своей ногой исполняет Са Троллинс. И Дэнсит, просто Дэнсит. Просто думаю, что, точнее, чувствую, что и Резар, и Акам уже исполняешь и слюни. Нет. Эх ты. Звучало, что ты встал? Ну, иди, спиннил, хил, кипси, Резар тоже мне. Вышел такой на понтах, думаешь, что магит умеет. Нет, ты не могешь умеешь, ты никто. И, хорошо. Бам. Вот, по прогнозам на серию желания, опять-таки, у меня пока что очевидный фаворит это Ро, получается, это три к одному. То есть, на смак я поставил только на планку, ну, то есть на бар. И Ронда Рауди, Ро, опять-таки, Са Троллин colleges. Ро, и Браклассник тоже Ро. Даже если... А, кстати, нет, должно быть еще один матч. А, кстати, почему должен быть-то? Как раз-таки, еще матч 5 на 5, там, скорее всего, он, наверное, будет перед. А Кам, ты что творишь? Что происходит вообще? Что ты таунтишь? Ну, Кам, Иди сюда, я чуть не понял, твою дерзость. Ну-ка, иди отсюда. Да, посмотрите, он третий раз уже пытается его столкнуть, не получается. Акам разбушевался уже. Центролинс, приходи в себя. Акам. Нет, только не Акам. Блин, Акам выходит на ринг и получает. Ничего не получает. Я получаю хит-бат от Акамы. Ой, промахнулся Акам. Ой, Акам, да ты неуклюжий у нас. Как и только Акаматым чемпионом рост стал. Ой, как хороший бросок от Акамы. Посмотрите, что происходит. Акам просто раздает. Эси-о. В матче 5 на 5 серии выживания. Я просто про это буду говорить, потому что говорить особо нечем. Ну да, после этого матча с Атролинсом и бафтеров боли вышел не Немброс. Сказал, типа, хочешь узнать, почему я тебя избил и провел в Мидер-Ти. За это все очень интересно. Секундочек нет. Хочу продолжение банкета и сюжета. Супер. Отлично. Так, удержали. В 5 на 5 должен продать смокдаун, но пока что 2... Но пока что Атролинс отстаивает свои командные титулы уро. Неизвестно у нас полные авторы... Не авторы, а наборы команды. А, еще уже женский будет в серии выживания. Точно. Женский, возможно, победит как раз-таки Смэк. Тогда будет еще 3-2. А должен быть еще один матч тогда, потому что тогда может быть ничья. Да, что-то, видимо, я упускаю. Какой-то матч... Хотя, вроде, не должен. Тозер Вейт и там у вас, скорее всего, их и не будет. Если даже будет, то... Кайя всем разницы на Тозер Вейт. Ну ладно, вот такой вот матч вышел. На 4,5 звезды, слушать, неплохо. Ну, Сатронис отбивался как мог и даже выиграл, можно сказать, даже и без особых проблем. А на этом на 3-е подходит к концу. Да, Судас?